вот у меня вопрос как продолжение вот как и не считаете свете того что вы только что сказали рассматривать войны вообще изначально как некий проект да как договорняк изначально то есть смысл не достичь там каких-то имперских или там амбиции или обороняться от кого-то за всем стоит некий больший план который как бы и речи вообще нет но если проанализировать вот устранение людей умертвление людей создание ситуации где они бессмысленно гибнут или от оружия или от голода или от каких-либо ситуаций вот насколько это право правомерно еще древние греки писали что войны происходят от того что земля устает от большого количества людей и кажется кто-то буквально это понял вот что большое количество людей это это лишнее слишком много наплодилось 20 веке надо как-то облегчить существование какой-то группировки которая уже перешагивает через национальные границы так она есть так она есть то есть есть конечно есть те кто сопротивляется войне а есть те кто ее планируют и даже очень желают чего бы они ни говорили мы должны прекрасно различать идеологию и пропаганду они как правило противоречит друг другу потому что пропаганда предназначена для того чтобы смутить людей и направить их каким-то действием каким-то примитивным позициям которые оправдывают действия власти то есть другой других нет задачу пропаганды современная война без причины и даже и даже без повода это повод придумали потом и сказали что вы нам должны были дать гарантии вы нам не дали гарантии на начали войну а поначалу даже об этом и разговор не поначалу было помните демилитаризация что там демилитаризация да а про гарантии как-то никто и не вспоминал вот поэтому у меня это полное ощущение что верхи украинские верхи рфовские абсолютно действуют в одной и той же парадигме и прекрасно это знают если бы идеология вот эта правящая группировка олигархии была бы обнародована то мы бы все все отвернулись у нас не было бы повода обманывать самих себя но они этого не делают мы можем реконструировать их идеологию я этим постоянно занимаюсь но для человека остается возможность самообмана они не такие плохие как мы о них думаем на самом деле вот ну видите живут здесь хорошо здесь как здорово он сказал здесь как правильно он выразился и так далее и вот этот самообман людей вовлекает в катастрофу которая как кем-то запланирована уже кто-то кто-то уже хотел довольно давно уже этим заняться ну так же как вот и гитлеровская германия они же немцы не хотели воевать то есть они только что пережили катастрофу первой мировой войны им не хотелось у них были реваншистские настроения но в рамках немецкого мира немецкоговорящего они никто даже мысли не имел там нападать на францию или на эссе а пришедшая к власти вот эта группировка у нее заранее уже были вот эти фантазии о том что надо значит захватить восточные территории там слишком много людей рождается их надо куда-то за урал отодвинуть а мы вот трудолюбивых фермеров немецких переселим на территорию украины они там все обустроят а реальность оказалась совершенно другую все все эти разговоры там о том что вот немцы именно за счет своего превосходства освоят территорию а вот эти слабые люди они должны как-то потесниться или мы их потесним или ликвидируем от некоторых наиболее откровенных документах говорится вот то есть если бы если бы гитлер например сходу как он пришел к власти или перед приходом власти все свои планы бы обнародовал то во первых за него никто не проголосовал во вторых в тридцать четвертом они получили кстати очень больше третьих голосов в тридцать третьем году пришли к власти и было треть голосов но больше чем у других и рейс-президент генденбург назначил вынужден был назначить гитлера рейс-канцлером то есть главой правительства а потом генденбург умер и значит закон о чрезвычайном положении там о специальном положении и гитлер провел объединение двух двух постов вместе за него никто не голосовал он объединил пост рейс-канцлера и рейс-президента и стал единоличным правителем референдум приходит 90 процентов 90 процентов голосуют за нацистов ровно то же самое произошло в австрии захватили проголосовали 90 процентов за то же самое чехии чехословакии то есть везде везде как только приходят вооруженные силы они могут даже не стрелять они просто видны сразу 90 процентов голосуют за и никто не проверит и никто не опровергнут а если бы эти планы были заранее обнародованы так войну вступили бы все европейские государства одновременно потому что они прекрасно бы понимали что что происходит сейчас но они тоже правящие тогда элиты дали себя обманывать они обманывали да вот мой там мюнхенский сговор которым мы называем мюнхенское соглашение вот мы их умиротворили они дальше не пойдут они взяли да и пошли просто взяли обманули а если бы заранее знать а что же вы не рассчитали то надо было рассчитать прикинуть что к чему ну и сталин тоже обманулся они же заключили пакт мы же другому доверяем всякие там декларации гитлер отказывается от критики большевизма критики сср сталин там поразглашает тост за гитлера все нормально все хорошо они вдруг и раз взяли и напали надо понимать что уже национальные границы в 21 веке они очень условные и нам биться надо за свое существование уже даже не в рамках национальных границ потому что они под вопросом у нас вопрос социально-политических границ которые отграничивают нас скажем Русь от не Руси вот так а это же через полосное проживание мы вот так все некоторые русские говорят что они русские а по факту это русскоязычные россияне у нас вот эта проблема существует как новизна в 21 веке тотальная пропаганда значит тотальный информационный навал через интернет который мы бы то думали что это все пространство информационной свободы да нет это свобода слежки и свобода морочить голову людям свобода мошенников и так далее это действительно новое для нас и выживет ли наш народ в такой ситуации ориентируясь на нормы 30-х годов ну это же не секрет что очень многие туда погружены печают чтобы те времена восстановились и важно сколько там в лагерях погибнет главное чтобы туда он обернуться и значит за дело ленина сталина если с этим то конец очень близок